И Сына, и Святого Духа. Аминь. Руповедь из книги Лапкина Игнатия Тихоновича, открытым оком, том седьмой. Мытарь и фарисей. Все читают это евангельское повествование о мытаре и фарисее. И Церковь так приучает нас, чтобы каждый год входили в те же самые события и повторяли. Спрашивается, для чего? А славянная грехами память требует этого. Вот каждое утро мы встречаем. Вчера только были здесь. А сегодня приходим и опять начинаем. И здравствуйте. Да мы вчера здоровались. Но это вчера. Дважды в один день не здороваются. К этому мы уже так привыкли. Утром встаешь. Первым делом Церковь нас побуждает. Садясь за стол читать. Утром. Отче наш. Старый обряд новый. И молитвы менялись. Но в этом ничего не меняется. Мы должны присматриваться к тому, как все это делается. Найти источники почти невозможно. Даже исследователи не находят. Кто составлял богослужение? В какое время? Отдельные части только находят. Но все имеет середину. Сердцевину. И все имеет предыдущее и последующее. Мировая история. Она вся разделена. Эта мировая история имеется в виду вселенская, доисторическая вечность. Вообще мы ничего не знаем. Сколько лет продолжалось это. Эта тьма над бездной. Далее творение мира. И будет последний день. И написано. Откровение Иоанна Богослова. 10 глава 6 стих. И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем. Что времени уже не будет. Часы остановились. И далее. По исторической вечности. Вот все, что известно от творения и закончится последним вздохом вселенной, последним поворотом земли. Вот это и есть сердцевина. В самой истории человеческого общества, от Адама и до последнего человека, сердцевиной всего является рождение Христа и его смерть. Так и написано до новой эры. Даже безбожники писали везде до Рождества Христова. До 1936 года так и писалось в советских учебниках. А потом они решили, как же так. Каждый день мы упоминаем о ненавистном нам Христе. Каждую неделю. Всюду и везде. Рождение Христа. До Рождества Христова. Заменили тогда до новой эры. Но ничего не меняет это. Новое. Это значит, что-то обновлено было. А что и кем обновлено? Сердцевина всего – это Пасха. И вот к Пасхе начинаем подготавливаться. Пасха – это означает распятие и воскресенье. Это одно событие. Поэтому, когда мы смотрим на крест, это не просто крестовина. Но на нем, на этом кресте Христос на Голгофе. Страдание и смерть. Там и воскресенье. Многие были обмануты, думая, что вслед за страданиями России последует ее воскресенье. И прямо так и проповедовали. Россия была на Голгофе. Наступит воскресенье. Ничего подобного. Наступил Садон. Почему? А без Христа не бывает воскресенья. Христа отвергли. Стали искать помощи где угодно. И в международных валютных фондах, у разных сектантов, каких-то гуру. Но ничего этого не надо было. Надо было просто стоять и бить в грудь себя. Будь милостив ко мне, грешному. И что означает цифра семь? Что вы знаете? Это полнота. И как церковь установила, семь недель поста и подходим к Пасхе. Но перед этим еще назначает четыре недели. И постепенно нас подводит к посту. Ты можешь это не запомнить. Но тебе уже легче будет вспомнить это. Когда ты не раз про это слышал. Вот заметьте, что допустим один человек просто ушел из дома. Ушел где-то гуляет. Пьет. Это один грех. Другое дело, когда он вступил в ряды разбойников. Это низшая ступень. И еще хуже, когда он стал атаманом. Там среди грешников руководителем. И вот церковь так и начинает с дальнего конца берет. Про начальника мытарей прошлую неделю было повествование. Он не просто как блудный сын ушел. Ушел и гулял. Интересно гулять. На дискотеке пошел. Сегодня у нас церковь в новом евангельском событии знакомит с простым мытарем. Предыдущее чтение было о падении. Самым низком о начальнике мытарей Захеи. И церковь так нас подготавливает. Из этого ада всех разбойников, парторгов, первых секретарей компартии поднимает на самоковницу. Кем бы ни был. Но ты сидишь высоко. На этом дереве своей гордыни. Высокоумие. Слезь оттуда. Да вот у меня такое учение. Я всю жизнь служил. Вот этой идеей. Слезай с этой идеей. Евангелие от Луки, 19 глава, 5 стих. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме. Вот начинается сближение со Христом. И здесь начинается переворот. Если бы в храм не пришли, мы бы и не знали об этой повести, о простом мытаре и фарисее. Так подробно. Все-таки храм что-то дает. Молитва выявляет человека. Кто он такой? И вот они начали молиться. Евангелие от Луки, 18 глава, 12 стих. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Неплохо. Вообще, если бы он пришел один, если бы не подвернулся под руку этот грешник, то второй, напротив стоящий, у него молитва-то еще нормальная была. Его бы Бог нигде не завинил. А вот этот окаянный грешник, бьющий себя по грешной одежде, он мешается под ногами. И в сравнении с ним мы смотримся. Этот-то не такой, а у меня уже получается. А он все еще путается. И он сразу начал смотреть туда, молиться с похвальбой, в приглядку, на согнутую фигуру грешника. Да, я даю десятую часть по закону. Вообще молодец. И он это знал. И никто его не упрекнет в обмане. Да ты не даешь, а говоришь, даешь. Нет, он говорил правду. Но вот в этом, во всем у него было превосходство. Над теми, кто не может дать десятину. А почему? А у него ничего не было. Почему? За душой у него совести не было. Вот теперь она пробудилась. И две совести столкнулись в храме. Это речь идет о совести. У мытаря было чем платить. Он собирал налоги. Всегда был при деньгах. Он вошел в храм, в земное святилище. Но знал, что Бог на небе. Сюда я не могу войти. А туда на небо посмотреть нет. Не смею. Обиженные мною обвиняют меня. Они заглушают мою молитву жалобами на меня к Богу. Евангелие от Луки, 18 глава, 13 стих. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Не смел. Это просто человек стоит. А этот ученейший человек молится. Все он делает по закону. А этот стоит. Он голову опустил. Руками выбивает из себя вчерашние дыхи. Тот только вошел, а этот осознал. Далее церковь будет подготавливать нас еще стремительно к посту. Блудный сын еще ушел, гулял, пил и надумал вернуться, чтобы совсем не пропасть. В конце концов, церковь вводит нас в состояние осознания полного краха и как бы бросает все на рассмотрение страшного суда. В последнюю неделю будет чтение евангельское о том, как человек встает перед тем явлением, когда вся вселенная содрогнется. Сколько лет продолжается это научение? Пасха и семь недель, чтобы мы взошли на Голгофу. А после Голгофы чудное воскресение. Христос воскрес. И далее церковь стремительно поднимает человека. Вот первая, последняя неделя. Она на одном дыхании идет. Страдание, страдание. После Пасхи точно так же прилагается с той стороны вся пасхальная неделя, как один день идет. И точно так же напротив семи недель поста, подготавливающих страданиям Христа и к воскресению. Здесь семь недель до Троицы. И, наконец, церковь возводит человека прямо на небо. Деяния апостолов. Первая глава, четвертый стих. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь и из Иерусалима, но ждите обещанного от отца, о чем вы слышали от меня. А дальше подготовка идет к Петрову посту. Его не было, потом придумали. Неделя апостольская сплошная. Семь недель поста. Перед этим масленица. Все можно будет есть, кроме мяса. И так же после Дня Троицы сплошная неделя идет. Семь-семь. Сплошная-сплошная. Вот как буфер какой-то стоит. А что значит? Подготовка к проповеди апостольской. Исайя, 52 глава, 7 стих. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Послание к римлянам, 10 глава, 15 стих. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. У этого ноги прекрасны, что в посте трудились, что зашли в храм, а теперь, теперь возрожденная душа посылается в апостольский пост. Петров называется. Отправляет церковь на подвиги. А как блажены эти ноги? Но мы говорим, блажен и язык, проповедующий о Христе. Но язык не может прийти, если член другой не поможет ноги. Мы все дополняем друг друга. А я не могу идти, но у тебя же, я слышал, машины есть. Благовесные колеса, благословенные, твои машины. Что они трудятся для Господа? Мы смело это можем сказать сегодня. Почему? Потому что выше этого уже ничего нет. Далее начинается спасение человека. И вот стоя в храме, хотя бы запомните вот это. Сердцевина всего, то, что в нашей жизни было, это момент, когда мы обратились ко Христу. Приняли святое крещение. Момент. Услышал о Христе. Время оглашения и погружения в воду. И воскресение. Это и есть воскресение наше. О! Я был тогда неверующим, как я жил. А вот теперь от этого момента воскрес. А теперь я со Христом. Оглянитесь туда-назад, какое было время. И каждый год мы повторяем эти евангельские чтения в таком же самом порядке. Начинаем с малого, напоминая, и доводится человек до памяти об ответственности за каждый свой шаг до суда Божия, последнего и неподкупного, когда покаяние уже не будет принято. Это знамение к перерождению возможно только здесь, при жизни, а не после заупокоенных молитв. Но если только мы будем знать исторические мировые события, но не станем прилагать их к себе, какая нам от этого польза? Каждый начинает переживать. А вот я там впервые хотел узнать, да что там было, по радио. Где-то собирались занятия, а еще что-то меня уже побуждало изменить свой образ мышления. Да все наконец никогда, никогда, некогда некогда было. И наконец-то я услышал благую весть. Это я, я залез на это дерево, чтобы дальше видеть. Сегодня я зашел сюда. Вы пришли, и здесь все надо. жизнь и смерть, огонь и вода, тьма и свет, фарисей и мытарь. Многие знания, многие дела у него. Он был прав, когда был неправедник, но когда зашел в храм, он уже не тот. Кого ты судишь? Я не таков, как прочие, а каков? Ты его знал вчера, когда он тебе, может быть, не мог заплатить или последнюю копейку отдавал. Но когда человек стоит перед Богом, он совсем не тот. Мы судим грешника согрешающего, но не видим грешника кающегося. Вот в этом весь смысл. А где они осознали это? В храме Божьем. У нас многих не бывает. Я куда-то схожу, где не проповедуется, где ничему тебя не обязывают хождение. Я советую вам сегодня почитать 72-й псалом. Эта цифра что-то в себе имеет. 72 было переводчика неоднократно, она встречается. И он говорит, когда я стал завидовать нечестивым. Псалом 72-й стих 16-й 17-й 22-й и думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Тогда я был невежда и неразумел, как скот был я пред тобою. Почему? Потому что там была проповедь, потому что прекрасны ноги, благовествующих, и язык, свидетельствующий о Духе Святом, о воскресении Христа. И там я уразумел, Господи, на каких скользких путях поставил ты их. Они все вроде захватили, но внезапно умирают, и ничего нигде нет. Псалом 89-й стих «Не лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Но не случайно серединой жизни считается 30-35 лет. Вот это самая сердцевина. До этого идет подготовка. Еще неразумный, пока учится, приобретал опыт, а дальше пенсия, старость, маразм. Вот эту сердцевину сцените, молодежь. Бог дал вам это. Сердцевина у вас сейчас идет. Вы до этого дошли? Приложите все силы, чтобы быть настоящими христианами. Конечно, от старости неизвестно, что с нами будет. Действительно, может быть, разум потеряем, память, но есть такое изречение в Библии. Псалом 91, стих 15. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Тогда, когда Дух Святой знает, на что ты нужен еще, я встречал благовестников, которых было далеко за 80 лет. Вы слышали? Я давал пленки Бойко. Ему 80 с лишним лет. Какая свежая память. Как эти люди могут свидетельствовать о Христе. Да не смотри, что он там не православный. Ты возьми для себя и переложи на православную основу. Мы собрались сюда, чтобы прославить Господа. И не как-то, но хотя бы немножко. У нас что-то есть православное. Мы любим Господа. У нас есть здесь иконы. У нас есть какие-то нужды по-православному. Все это мы приносим в храм. И здесь мы начинаем взывать к Богу. И вот этот человек, который нагрузил свой корабль добром, Иоанн Златоут говорит, он пробил пробоину. Пробоина это дыра внизу, сбоку корабля. И вот через рот свой, через язык все просыпал. У него ничего не осталось. Через это осуждение и превозношение. А ведь у нас, у православных, это как в крови прописано. Чтобы не дал почитать, послушать, в записи сразу же выставляют щит, за которым невежество и слепота тунгусская. А кто это такой? Не православный. Знаю, что не православный. Но я тебе говорю, что извлеки из этой повести полезное. Иеремия, 15 глава, 19 стих. На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицем моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Ничего кроме нашего, это самое высокое у нас, это монашество. Еще выше там где-то епископат. Может, с этого дерева давно пора нам слезть, посмотреть на себя. действительно так, бия себя в грудь и сказать, будь милостив ко мне грешному. Это мы извратили страну, это мы заразили людей грехом. Пойду, батюшки, сдам грехи. Иезекииле, 36 глава, 27 стих. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Был момент, когда ты не верил во Христа, что Он умер за твои грехи, умер за тебя, занял твое место на кресте. Когда ты поверил, теперь ты не просто окаянный грешник, а спасенный, искупленный Христом. Чадо Божие, в православии радости настоящей нет, но непрерывное вот это биение, бывшее до встречи с Богом, до Христа, а когда ты уверовал во Христа, то у тебя должна быть теперь радость. Апостол Павел сидя в темнице, прикованный к стене, цепью пишет Филиппийцам 4 глава 4 стих, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь. Мы все святые, святые по крови Христа, искупленные, да, мы согрешаем, мы падаем, это так, но для этого у нас есть благодать освящающая, и чтобы встретить Пасху Христову, с каким напряжением мы идем сюда, спускаемся с этого дерева, осознаем свою виновность, превозношение, что мы, якобы, выше других, церковь нас пониже делает, да, мы осознаем свое блуждание в мире мыслей, телевизоры, все это давно пора выключить, добрые люди их просто разбили и выбросили, ничего более страшного сегодня, видимо, нет, а вот это разжиженность, трата напрасного времени, и поэтому, когда приходит в храм человек, то больше всего склонность к тому, чтобы посмотреть за другим, а что он, как он, а где он, вот это и есть фарисейство наше, а ты ничего не должен знать про других худого, не смея глаза поднять, я не смел и по сторонам разглядывать тех, кто не такие, как ты, мытарю некогда было подглядывать, кто что ел, где спал, с кем ходил, смотри за собой, почему есть такая поговорка, придет время, люди мало будут знать Бога, молодежь ударится в блуд, а старики в осуждение, потому что плоть уже не может грешить, да уже и возраст, заметили, что около каждого дома на скамеечках сидят наблюдатели в толстых очках, тепло будет, всех видят, кто зашел, кто вышел, сыновья у всех этих смотрителей дворовых хорошие, да вот только снохи плохие, а если это ее дочь, то она замечательная, а вот зять никудышный, они все всегда знают, вот это фарисейство расплодилось и у нас, плесенью все покрыто, а нужно только одно, вышла бы к батюшке, какая я грешница, и в храм не ходила, а ты и сестра, и я не постилась, вот если бы так сегодня эти прихожанки то православные возле домов не сидели, наверное, температура бы в государстве изменилась, а все начинается с чего, с маленького, ты первый подвигнись на добро, слезь с этого дерева, с превозношения над другими, великий Господь сегодня побуждает нас задуматься, что те семь недель, какие были, были в радости воскресшего Христа, и мы не должны ждать ничего большего, вера во Христа, в его воскресенье, в Пасху, выше этого и нет ничего нигде, чудес столько много в мире, показывают, пишут, а Господь говорит, Евангелие от Матфея 16, глава 4 стих, род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Иона пророка, почему, потому что если ты поверил в это знамение, что Ион остался живой, а это означает, Христос был три дня в очреве земли и воскрес, все остальное не вижу, разложившееся тело, кровь и плоть, все разложилось в жаркой стране, и Он воскрес, 1 Коринфянам, 6 глава, 14 стих, Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей, Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих, и пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную, и церковь нас постепенно подводит к последнему дню перед постом, к прощенному дню, чтобы простили друг друга и начали с нового чистого листа, о страшном суде, нам почитают в последний день перед постом, и вот в этот последний день, если подумаешь только, я не хочу прощать, то с этим быть может и уйдешь на страшный суд, и ты не выйдешь из ада, пока не отдашь до последнего Кондрата, до последней полушки, то есть никогда не выйдешь, никогда не выйдешь. Как говорит блаженный Феофилакт, Никогда во веки веков тебе не будет прощено, пока ты не простишь. А вот в молитве Отче наш говорится, прости нам долги наши, как и мы прощаем. Если же не прощаем, то можно иначе молитву сказать, не прощай нам, как и мы не прощаем. Кто хочет быть сегодня вместе с мытаем и добрые качества фарисеев взять себе. Помните, из фарисеев получил прощение будущий апостол Павел. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Если вопросов нет, то я отхожу. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Аминь. Спасибо, Христос. Я по утрам захожу в щатрулетку, сейчас пойду. Встреча с мусульманами, с еретиками, с безбожниками, язычниками. Так что помните, а то у нас большая нужда сейчас, напряженно работают корректоры, чтобы сдать книги на пищатане, чтобы нас не обманули. Отошел. Спасибо. Спасибо.